Ампутация части ноги не приговор. Это на своем примере ежедневно доказывает Евгений Василенко. Он добровольцем ушел на защиту Родины через месяц после начала специальной военной операции. Был командиром боевой группы. Во время выполнения боевой задачи подорвался на мине и лишился части стопы. Полгода в госпитале. Полгода учился ходить. Потом в санаторий, реабилитация. Приехал домой, ходил без протеза, потому что на протезе было ходить очень больно. Но со временем привык, натер мозоли. Самое главное – борьба с собой, конечно. У меня ее не было, потому что у меня стрессоусвощивость очень сильная. Поэтому я с собой не боролся. Я знал, что делать дальше. Быстро восстановиться Евгению помог спорт. Он стал им профессионально заниматься после того, как попал в Центр адаптивных видов спорта «Вершина». С апреля здесь реализуется региональный проект «Свои», направленный на вовлечение в занятия физической культурой ветеранов боевых действий. Идея – это, конечно же, вовлечение в адаптивный спорт. Это дать ребятам надежду на то, что мы будем заниматься и тренироваться все вместе, принимать участие в различных соревнованиях, социализироваться, общаться, знакомиться. И здорово проводить совместно время. Ребята сами могут выбрать любой вид спорта, который мы предлагаем. Это и настольный теннис, и баскетбол, бадминтон. Евгений нашел себя в пауэрлифтинге. В этом виде спорта он сможет по-настоящему реализовать себя. Новый центр, новые тренажеры, тренера. И самое главное, что и денег не берут за это. Спасибо государству. Государство – это вообще, чтобы для нас, для таких людей, сделали такие возможности, что человек может найти себя в спорте, а не с бутылкой водки. Начал готовиться к соревнованиям. Я понял, что мне это нужно, и меня это очень сильно смотивирует. И других ребят, возможно, смотивирует. К сожалению, как признается Евгений, очень много тех, кто после боевых ранений падает духом и теряет тягу к жизни. С минимальным травмами ставят на себе крест, садятся в коляске, не встают, не хотят ничего делать. Просто-напросто. И их надо поддерживать. Они не хотят сами двигаться просто-напросто. Я не знаю. Или ездить их за руку, что ли, приводить сюда. Я не знаю. Сейчас Евгений готовится к участию во всероссийских комплексных соревнованиях «Игры несклоняемых». Они пройдут в Белгороде с 20 по 23 декабря. Будем болеть за наших. Денис Тремаусов, Антон Гребенников, Белгород Медиа.